Мы начинаем наш вебинар, и перед вебинаром я выражаю благодарность всем нашим пользователям, кто посетили девятый съезд рефлексотерапевтов, выразили нам благодарственные слова, я от всей нашей компании благодарю их в ответ. Нам очень приятно слышать о достижениях и успехах наших пользователей, и встречаться с ними вживую на таких больших мероприятиях, как девятый съезд рефлексотерапевтов. Ну и также хочу обратить ваше внимание, что в ближайшие сутки вы получите рассылочку, предложение на вебинар, который будет уже в пятницу, и вам будет представлен анонс нового модуля «Аурикулотерапия». Я вам подробно расскажу, что это будет за модуль, как им пользоваться, и раскрою некоторые секреты «Аурикулотерапии». Внимательно следите за нашими рассылками и заглядывайте в свои почтовые ящики. Ну и сейчас я начинаю сегодняшний вебинар. Тема нашего вебинара – это канал печени. Это заключительный 12-й главный меридиан. Мы с вами разберем его уже по стандартной нашей схеме. Вы узнаете основные характеристики и проекционные зоны, функциональное применение данной энергетической системы, основные точки силы канала печени. И в завершение будет методика прохождения канала печени. Итак, приступаем. Канал печени по-китайски называется «Дзю дзюэйнгандзин». Это обозначает, что канал он важной, относится к категории дзюэйнг – среднему уровню категорииингандзингандзин – это по-китайски название печени, дзин – соответственно, название канально-меридианальной системы. Сама структура дзюэ-инь связывает между собой меридиан печени и меридиан перикарда. Это средняя иньская энергетическая система, то есть можно сказать ядро инь, ядро всех наших обменных процессов. И дзюэ-инь напрямую связана не только с пищеварением, но и с эндокринным уровнем человека, с тем, как работает наш эндокринный аппарат. И на все эти моменты мы можем воздействовать посредством точек, в том числе и канала печени. Сам канал печени относится к элементу дерева и связан по правилу инь-ян с каналом желчного пузыря. Вместе эти два меридиана запускают многие циклические процессы в нашем организме. Вспомните, все то, что я рассказывал про меридиан желчного пузыря, это как бы первый импульс. А меридиан печени – это структурирование этого импульса, энергетическая поддержка и наполнение начала-начал, ну и поддержка всех обменных процессов. Конечно, не бывает второстепенных органов, неглавных органов, но, пожалуй, печень – это самая большая труженица из всех внутренних органов. И если мы обратим внимание, как на русском языке называется печень и подумаем, от чего произошло это слово, то печень – это то, что печет, то, что поддерживает внутренний огонь в организме. То есть, с аюрведической точки зрения – это поддержание агни. И посмотрите, как в славянской традиции, так и в аюрведической традиции эти связи знали и видели. Посмотрите на аюрведическую схему, и вы увидите, что печень относится к категории пита, то есть к элементу огня в аюрведической традиции, и связана с пищеварением. Можно и дальше обратить внимание, то есть проводить определенные аналогии. Например, то, что легкие относятся к вате, а легкие – от слова «легко». То есть тот человек, который легко дышит, у него легко на душе и легко совершаются обменные процессы. И легкость относится к категории вата. Если вот задуматься над нашими родными названиями, таким образом поэкспериментировать и подумать над названиями меридианов, то мы увидим много очень интересных взаимосвязей. Советую вам это сделать на досуге. Сам канал активен с часу до трех часов ночи. Это время, когда мы спим, отдыхаем. Ну, по крайней мере, таким образом заложен естественный ритм нашего организма. И в это время печень наша, она работает. Она производит обмен веществ. Она создает различные кирпичики для углеводного, жирового, белкового обмена веществ. Создает все необходимые вещества для всех наших внутренних систем. И пищеварительный, и мочеполовой, и иммунный, и эндокринный. То есть, через печень завязаны все обменные процессы. И все это будет работать хорошо, когда мы не будем мешать печени. То есть, чтобы печень выполнила свою функцию на все сто, нам надо с часу до трех отдыхать и спать. Это очень важно для всех каналов, двух каналов элемента дерева. В этом я уже рассказывал на вебинаре про желчный пузырь. То есть, в 11 часов мы уже должны видеть первый сон, чтобы хорошо включился в работу желчный пузырь. И потом, чтобы эта энергетическая волна была поддержана печенью. Это один из самых важных моментов ежедневной нашей жизни. И чтобы все проходило хорошо, и весь день был у нас удачный, нам надо просто отдохнуть в это время. Это одно из самых критических времен в течение суток. И чтобы оно прошло хорошо, нам надо спать. Так что, кто этого не делает, задумайтесь и измените свой режим соответствующим образом. Теперь переходим к характеристикам канала печени. Китайцы называют печень полководцем. Именно благодаря работе этой энергетической, энергоинформационной системы у нас рождаются новые мысли. Мы можем строить какие-то замыслы. И в то же время, если печень не отдыхает, она перегружена, она является корнем слабости тела. Ведь любое повреждающее, токсическое действие, связанное с питанием, с экологией, с нашими какими-то неправильными мыслями и делами, оно бьет в первую очередь по этому органу. И орган печень заведует беспрепятственным движением энергии ци и крови. Также китайцы большое внимание уделяют энергоинформационным взаимодействиям. У них есть такое понятие, как душа хунь. Она отвечает за интуицию, вдохновение, идеи, мечты, творчество. Взаимодействие с внешним миром, как материальным, так и нематериальным. И также влияет на общение с другими людьми. В течение дня душа, вот это хунь, вот это психоинформационное начало, оно содержится в глазах и обеспечивает зрение. И одним из проявлений является блеск глаз. У кого хорошие и блестящие глаза, это значит, глаза наполнены энергией яйцы. И эта энергия, она должна иметь лучистый оттенок, то есть глаза должны светиться. Тогда все нормально у нас с энергетикой и все нормально с обменными процессами, происходящими в печени. А ночью, когда у нас глаза закрыты, это психоинформационная душа хунь, она переходит в область печени и обеспечивает нормальный качественный сон. К нормальному качественному сну относятся в том числе и сновидения. То есть они не должны будоражить человека и пугать. Если все это происходит, то есть есть какой-то дисбаланс сновидения, они сильно обильные, длительные, либо будоражат вас, то это одно из проявлений дисфункции данного меридиана. Канал печени, он трансформирует и перераспределяет энергию ци и кровь, регулирует эмоции, стимулирует деятельность пищеварительной системы, поддерживает обмен жидкостей, у женщин влияет на месячные. Это один из первых и наиглавнейших меридианов для репродуктивной системы, особенно у женщин. У мужчин влияет на семеизвержение и качественные показатели семени, хранит и регулирует кровь, то есть вся кровопотеря, наклонность к кровотечениям, как по западным, так и по восточным меркам, относится к функции печени. Управляет всеми видами обмена веществ и может усиливать любую функцию организма. Помните, мы когда общались с вами по поводу канала селезенки, я говорил, что канал селезенки подпитывает все функции организма, а вот канал печени – это уже следующий орган, то есть сначала идет получение питательных веществ в организме, они входят через кишечник и попадают в энергетическую систему селезенки. Это вход энергии, чтобы эта энергия материализовалась в необходимые составляющие части для нашего обмена веществ и чтобы каждая энергетическая часть нашего организма получила именно нужную ей порцию, вот этим всем управляет наша печень. И она создает благоприятные условия, влияет на кровь, на зрение, опорно-двигательный аппарат, нервную, пищеварительную систему, ну, все-все-все известные вам системы. И также нюансом является то, что управляет подкорковыми структурами и обеспечивает волевые процессы у человека. Помните, в предыдущем вебинаре про желчного пузыря я говорил, что желчный пузырь влияет на волю и различные мании, начиная, так скажем, курение, алкоголизма, наркомании, переедания, влияет желчный пузырь. И это янская составляющая воли, а инь составляющая воли – это канал печени. И при всех этих маниях можно использовать данные точки для укрепления воли человека. Система открывается в глаза. Так же, как у желчного пузыря, зеркалом канала являются состояния наших ногтей и эластичность сухожилий. Ногти должны быть ровненькие, без каких-то выемок, бугристостей. Они должны быть блестящие. Ну, я тут, конечно, не говорю о наличии лака, а естественный цвет ногтя должен быть блестящим. И состояние кровообращения, и состояние крови в каждом конкретном меридиане вы можете определить по ногтю. То есть, посмотрите на свои ногти. У женщин не все вы это сможете сделать, если у вас непрозрачный лак. Но у кого прозрачный лак, это можно заметить. Но когда будете делать маникюр, и у вас не будет лака на ногтях, посмотрите на этот феномен внимательно. Вы можете надавить на любой ноготь и отпустить его. И вы увидите, как только вы отпускаете, там образуется такое более светлое, либо практически белое пятнышко от нажатия. Это нормально. Но оно должно очень быстро восстанавливаться. То есть, буквально в течение одной секунды должен цвет выравниваться. Вот если пятно белое видно дольше одной секунды, это значит, уже есть нарушение в этой энергетической системе. А так как любой канал, он начинается, либо заканчивается на кончиках пальцев, ну, рук и ног, соответственно, то вы можете оценить кровообращение во всех меридианах и посравнивать их между собой. И увидите, где есть слабое звено. Вкус, относящийся к данной системе, кислый. Эмоция, гнев. Это яркое выражение эмоциональности человека. Но для именно канала печени характерен гнев в инском исполнении. То есть, это не то состояние, когда люди там бьют что-то, кричат, кидают, ну, выплескивают эмоции. И гнев, он очень часто направлен во внутренний мир человека. Это можно назвать неким недовольством. Человек что-то ворчит, недовольствует, он не радуется жизни. Так скажем, может быть, обращали внимание, есть пожилые люди, которые ходят и себе там что-то под нос там бу-бу-бу делают. Вот. Это одно из проявлений дисбаланса данной энергетической системы. На уровне высших психических деятельностей канал печени способствует получать удовлетворение от жизни. И если эта способность не проявлена, то у человека возникают обиды. Вот. И хочу вам сказать, что если вы обижаетесь, то в этом, ну, так скажем, не вина окружающих. Это все зависит от вас. То есть ваши обиды, обиды любого человека, это характеристика того, что человек неправильно воспринимает мир. Он недооценил ситуацию. Он не рассчитал ее. И вот эта недооценка на энергетическом уровне лежит в функционировании печени и желчного пузыря. Также канал печени отвечает за возможность нашей изменчивости. То есть я неоднократно говорил, что в мире постоянно только одна вещь – это перемены. И если мы не следуем переменам, а оптимально следовать за переменами – это следовать в определенном биоритмологическом потоке, который уже представлен в нашем видопульсе в виде приложения биоритмы, то мы не просто не следуем переменам, мы пытаемся создать определенную иллюзию постоянства. И тем самым останавливаем поток движения энергии, затормаживаем его. И именно из-за этого возникают различные блоки в нашей энергетической системе. Возникает недостаток энергии. Мы закрываемся от внешнего потока энергии и пытаемся оставить тот поток, который мы получили когда-то, и он нам почему-то понравился, вызвал какие-то необычные, либо очень интересные ощущения. Мы стараемся это все сохранить. Но это примерно то же самое, что набрать в ладошки воды, попробовать ее. Ну, допустим, взяли водичку из родника, попробовали, ах, какая вкусная водичка. И думаем, ага, мы это сохраним. Вот так водичку взяли в ладошки и бегаем с ней всю жизнь. Но вы понимаете, что это невозможно ее сохранить. Мы можем расплескать эту воду, она будет испаряться. Если мы ее немножко подержим в руках, она изменится на вкус. То есть, вот такими бесполезными действиями практически 90% населения Земли занимаются очень-очень часто. И об этом надо помнить. И надо получать всю гамму ощущений от жизни. Многие из присутствующих здесь, они участвовали в моем проекте «Где моя энергия? Как я восполняю ЦИ?» и многие хотели выполнить задание на «Отлично». И заключительным заданием было трехмесячная работа со своими эмоциями, энергиями в получении удовольствия. И вот как раз это все длится до Нового года. Если у кого-то еще, так скажем, все получается, напишите в чат, покажите, как вы здорово работаете. Ну, вот тут пишут «Замечательный проект». А мне интересен результат. Как ваша воля ее охватила до настоящего момента, либо вам надо поддержать свою печень, чтобы, так скажем, вы могли получать удовольствие не только три месяца, но и всю свою жизнь. И вот на все эти моменты, в том числе, влияют точки печени. И давайте начнем работать именно с точками. И я расскажу о точках силы. Ну, вот по проекту тут написали, что начали сбрасывать вес. Результат прекрасный, энергии хватает. Ну, я рад, что вы работаете. Я вам советую для поддержания вашего энергетического запала, как наступит Новый год, напишите нам отчетик в службу поддержки, какой вы получили результат за эти три месяца. Так, и переходим к точкам силы. К точкам пяти элементов. Одним из главных на канале относится первая точка канала – это элемент дерева, вторая – огня, третья – земля, четвертая – относится к металлу, восьмая – к элементу вода. Противоболевая точка щель – шестая. Ло – точка пятая. Она связана с юань – точкой желчного пузыря, сороковой. Мо и шу точки – это Ф-14 и В-18. И сейчас мы разберем эти биологически активные точки. Первая точка – Дадунь. Великое откровение, либо по-другому переводят Большой холм. Она располагается на стопе с внутренней стороны Большого Пальца у корня ногтя. На эту точку удобнее всего воздействовать своим ногтем, надавливать на нее. Эта точка регулирует месячные, устраняет застойные явления в мочеполовой системе, устраняет также венозный застой в самой печени. Следующая точка – вторая – Синьцзян, временный промежуток. Она относится к элементу огня. Для воздействия на нее мы придавливаем точку к большому пальчику, вот в это место, перед суставчиком. То есть сама точка находится в межпальцевом промежутке, но чтобы удобнее было на нее воздействовать, ее обычно придавливают в сторону кости. Эта точка нормализует огонь печени, то есть все процессы, связанные с активацией обмена веществ печени, идут через эту точку. Эта точка гасит внутренний ветер, то есть внутренний ветер – это вообще патологическое состояние. И крайним проявлением внутреннего ветра, так называемым ударом ветром, это состояние в европейской медицине, известное нам под инсультом. И если профилактически, хотя бы раз в недельку, прорабатывать данную точку, то вы резко снизите вероятность развития инсультов у себя, либо у своих близких и у своих клиентов. Это универсальная антиспастическая точка. Она помогает снимать спазмы в теле. Следующая точка – F3. Она находится в самом узком месте между первым и вторым пальчиком. То есть мы вот как бы надавливаем на свою стопу и идем по промежутку, который является продолжением межпальцевого промежутка. И в том месте, где косточки сходятся, и будет вот эта третья точка – тай-чун. Мощный поток. Она принадлежит к элементу земля, к точке – это точка юань. И вы видите, что на схеме, вот в красном, нарисованы сосудики. То есть эта точка находится над достаточно мощным сосудом. И поэтому воздействовать на нее надо массажем аккуратненько. Если воздействуете иглоукалыванием, надо тоже быть аккуратным, чтобы не повредить этот сосуд. Наш замечательный ведолазер, когда работает по этой точке, он оказывает еще облучение крови. И вследствие этого улучшается общий кровоток. Сама точка восстанавливает гладкое течение энергии ЦИ, регулирует месячные, является точкой, успокаивающей разум. И это также антиспастическая точка. Очень часто точку F2 и F3 используют в паре для усиления антиспастического результата. Следующая точка четвертая. Она находится перед внутренней лодыжкой. Называется Джон Фен – средняя печать. Относится к элементу металла. Она нормализует работу нижнего обогревателя. Используется при болевых синдромах в плечевом поясе. Когда есть ощущение кома, какого-то першения в области горла, используется в комбинации с первой точкой канала легких. И мы помним, что канал печени – это завершающий, 12-й канал. Но наша энергетическая система, она круговая. И вследствие этого за 12-м вновь идет первый канал. И энергия из канала печени должна перейти в новый виток. И начать его. И обращайте внимание при диагностике на ведопульсе, чтобы этот переход был без больших перепадов. Если есть большой перепад по энергетике между печенью и каналом легких, обычно в печени бывает мало энергии, из-за нашей экологии, из-за нашего образа жизни. А в легких намного больше. Так как легкие – это один из центральных меридианов, являющим донатором энергии. То есть через него мы получаем внешнюю энергию. И вот этот переход надо выравнивать. То есть прорабатывать как точки канала печени, так и точки канала легких. И для успешной проработки нам может помочь следующие точки. Пятая точка – лигоу, конечный желобок. Это ло-точка, которая связывает канал с другими каналами посредством связи ло и юань. Если мы голень разделим на три части, то есть высота голени соответствует 15 цуням, то пятая точка находится на середине большеберцовой кости на высоте 5 цуней над внутренней лодыжкой. То есть это одна третья голени. Эта точка рассасывает сырость, жар в мочеполовой системе, улучшает кровоснабжение в ногах, является точкой, регулирующей артериальное давление. Следующая точка, шестая, называется Джунду, центральная столица. Это точка-щель для канала печени. Она восстанавливает ход энергии в данной системе. Она располагается практически на середине голени. То есть помним, что высота голени – это 15 цуней, а шестая точка располагается на 7 цуней выше лодыжки. То есть половина голени – это 7,5 цуней, а чуть-чуть удобнее находить середину голени с внутренней стороны и чуть-чуть опускаться вниз. И в этом месте очень часто будет болезненная напряженная точка. Это как раз говорит о том, что движение энергии по каналу печени затруднено, есть запертость энергии, она не течет равномерно. Эта точка, кроме болевых синдромов и активации движения энергии, помогает восстанавливать обмен веществ. То есть вне зависимости от того, в какой системе нарушен обмен веществ, какой обмен веществ – жировой, углеводный, белковый – эта точка будет помогать в его восстановлении. И следующая точка – восьмая. Это точка элемента вода. Для канала она является тонизирующей. Она находится в складке коленного сустава. С внутренней стороны и немного позади. Мы находим конец складочки коленного сустава. И по складочке как бы движемся внутрь. И упираемся в сухожилие. Нога при этом должна быть согнута в коленном суставе. Вот как мы уперлись в сухожилие по складке. Вот в этом месте и будет данная точка. Чтобы воздействовать на нее, надо оказывать давление внутрь к суставу. Ну и кто работает иголочками, будьте очень аккуратны. Не превышайте глубину иглоукалывания. Она везде указана в справочниках и есть в нашем видопульсе. Внимательно читайте описание к точке. Там в самом низу указана глубина иглоукалывания. Потому что если вы превысите эту глубину, то можно попасть точно в суставную щель. То есть нарушить целостность сустава. Вот делать этого абсолютно не надо. Это спецточка с воздействием на органы малого таза. При заболеваниях суставов она комбинируется с пятой точкой канала тройного обогревателя. Данная точка питает кровь печени, то есть выполняет детокс всего нашего организма. То есть раз она прочищает кровь печени, значит она прочищает всю кровь, потому что печень набирает через кровь токсины. И в завершении осталось две точки ШУ и МО на данной системе. МО точка F14 цемень ворота времени находится на этом же меридиане. Это завершающая точка наружного хода. Она расположена по средней ключичной линии в шестом межреберье. Это одна из важных точек для воздействия на пищеварение, на работу всего желудочно-кишечного тракта и также влияет на дыхание. Китайцы говорят, что легкие – это веточки и листики дыхательного дерева. Печень – это ствол дыхания. А корнями дыхательной системы являются почки. И об этом всегда помните. И данная МО точка отвечает за все инские процессы, протекающие в канале печени. Точка ШУ – это В18. Гань ШУ располагается по первой линии канала мочевого пузыря и находится между девятым и десятым ребром. Она отвечает за все ян-процессы в данном органе. Обладает кровоостанавливающим действием. Ее полезно использовать, когда имеется наклонность к кровотечениям. Используется также для анальгезии области головы и сухожилия. Влияет на наше зрение. Вот такие эффекты дает данная точка. Поступил вопрос в чат. У меня точка дня рождения – это F4. Какие свойства у точки в связи с этим? У любой точки, которая связана с днем рождения, она поддерживает человека всю жизнь. Никаких специальных свойств от этого не появляется. Это просто та точка, которая обеспечивает дополнительный приток вашей энергии. И она позволяет вас синхронизировать с окружающими ритмами. И добавление точки дня рождения в любой рецепт усиливает действие рецепта. Вот основные свойства точки силы дня рождения. И теперь напомним вам связи по правилам. Сейчас, секундочку. Подгружается слайд. Канал печени, он относится к категории дерева. По принципу инь-ян связан с каналом желчного пузыря. И эта связь идет через точки ло и через точки юань. По аюрведической системе канал печени относится к категории питта. Также помните время активности данного канала с часу до трех ночи. И самое главное помните, что в это время вы должны спать, отдыхать. По пульсовой диагностике канал печени является мужем канала селезенки. То есть энергетика печени должна быть чуть-чуть больше, чем энергетика селезенки. Если происходит обратная комбинация, то это уже вносит диссонанс в общее движение энергии по канально-меридиональной системе. При избытке мужа можно скинуть часть энергии в канал жены посредством ло и юань точек. Это точки F5 и RP3. Рассмотрим канал печени. Хоть он и заканчивается в нижней части грудной клетки, но в этом месте заканчивается наружный ход. И от наружного хода идет внутренний ход. Первый коротенький ход идет к сопряженному по инь-ян органу, к желчному пузырю. Другой ход идет к легким, потому что мы помним, что после 12-го меридиана снова идет первый меридиан. И внутренним ходом эти два канала соединяются именно во внутренние части. Внутренний ход канала печени подходит к легким, и от легких начинается внутренний ход канала легких. И помним, он выходит вот здесь, около плеча. И снова начинается наружный ход. Таким образом, энергетика по канально-меридианальной системе, она ныряет, то выходит на поверхность, то уходит вглубь к внутренним органам. И третья веточка, она поднимается вверх к глазам и таким образом обеспечивает зрение. Есть веточка, идущая внутри к языку и к самой верхней точке и к задне-срединному меридиану. То есть, внутренние контакты достаточно развиты у канала печени. Теперь посмотрим рефлекторное представительство, так называемые зоны Захарина-Геда. Они находятся в первую очередь в проекции правого подреберья, как с передней, так и со стороны спины. Область надплечья более активна с правой стороны. И в этой части, в области надплечья, эта зона совпадает с зоной канала желчного пузыря. Если вспомните, здесь проходит он по надплечью, со стороны как раз спины, переходит на боковую поверхность. Это основные рефлексогенные зоны на туловище. На лице тоже несколько зон. Общая зона – это зона межбровья. Также состояние начальной части брови у внутреннего края глаза указывает на состояние печени. Также на дисбаланс в области печени указывают морщинки в области межбровья, особенно если морщинка более сильная с правой стороны. Это указывает на нагрузку на область печени. Также область висков связана с состоянием желчеотделения и работы печени. И болезненные синдромы в этой области, нарушение цвета и эластичности кожи указывает на дисбаланс в области печени. Это основные теоретические моменты, что я вам хотел рассказать о канале печени. И теперь переходим к практической части, прохождению данной энергетической системы. Напоминаю, что для лучшего прохождения оптимально вначале запустить малый круг циркуляции энергии. Для этого сначала запускаем задне-срединный меридиан через точку ключ, третью на канале тонкой кишки и прохлопываем от крестца по задне-срединной линии вдоль всей спины, голове, к верхней губе. Далее активируем передне-срединный меридиан через седьмую точку канала легких. Точка ключ его прохлопываем от лона по передней-срединной линии вверх, через грудную клетку, шею, нижнюю челюсть к области рта. Языком касаемся верхних зубов, точнее нёба перед передними зубами. И таким образом зацикливаем энергетический круг и запускается малый небесный круг. И далее начинаем прохлопывать канал печени. Начинается воздействие с большого пальчика, с внутренней, ну точнее с наружной его стороны, то есть с той стороны, которая была обращена ко второму пальчику. Это место удобнее растереть своими пальчиками, потом начать прохлопывать по тылу стопы, по внутренней поверхности голени и бедра. Аккуратненько прохлопываем по паховой области, выходим на область живота и смещаемся к средней ключичной линии. И идём по этой линии вверх. Но помним, что в этом месте канал не заканчивается, заканчивается только наружный ход канала. Это у нас шестое межреберье. Мы продолжаем прохлопывать в зависимости от цели нашего воздействия. Если мы хотим оказать воздействие на мозговое кровообращение, на наше зрение, на высшие функции, на ощущение вкуса, то есть что-то связанное с пищеварением, то мы продолжаем прохлопывать вверх по наружного угла глаза и далее вверх к самой высшей точке головы. Если у нас стоит цель запуска большого круга циркуляции энергии и у нас есть блокировка между печенью и лёгкими, то мы прохлопываем к центральной линии тела, идём по средней линии тела до ирёмной вырезки и дальше прохлопываем к первой точке канала лёгких. Если есть время, то оптимально прохлопать весь канал лёгких по направлению к большому пальцу. Таким образом мы включим новый круг, то есть один круг заканчивается на канале печени, новый круг начинается на канале лёгких. Таким образом мы поможем движению энергии по нашим каналам и меридианам. И в заключении я вам расскажу, какие точки будут дежурными в январе. Сам канал печени связан с энергией января. То есть чтобы все 12 меридианов закончить к Новому году, мы немножечко ускорились, и поэтому эта информация идёт чуть-чуть вперёд на один месяц. Весь январь канал печени будет активен с 7 января по 5 февраля. И самой активной будет точка F3. Также данная точка F3 будет дежурная 8 января. F4 включится 20 января. А F8 дополнительно включится 1 февраля. Китайский месяц он немного сдвинут по сравнению с западными, поэтому попадаются точки на другом месяце. Прорабатывайте данные точки. Работайте прохлопыванием канала печени. На этом мы завершаем наш большой небесный круг по 12 меридианам. Вы их освоили. Применяйте это на практике. И изучайте, и продолжайте практиковать традиционную медицину китайского направления и аюрведического направления. Чтобы у вас это хорошо получалось, 15 декабря будет большой теоретический вебинар, отдельно посвященном основным теориям традиционной китайской медицины. Я расскажу про теорию иньян и усин. Я периодически, частями, рассказывал это все уже. А сейчас это соберу вместе, сделаю необходимые акценты, ну и добавлю, конечно же, новую информацию. И сейчас я отвечу еще на один вопрос, поступившим в чат. Получается, что надо ежедневно проходить все каналы. Да, совершенно верно. Если вы это будете делать регулярно, у вас не будет застойных явлений. Можно делать разными способами. Можно выделить, ну, где-то в течение часа, чтобы пройти подряд все 12, либо поступать другим способом. Находить 5-10 минут раз в 2 часа. То есть китайский час, который является активным сам меридиан, в европейской системе он занимает 2 часа. То есть вот в эту 2-х часовку вы можете проходить меридианы. Но здесь возникает вопрос, что делать с ночными меридианами. И поэтому лучше прохлопывать не перед самым сном, а хотя бы заканчивать прохождение меридианов за 2-3 часа до сна. Иначе вы можете не уснуть. И поэтому оптимально, лучше в качестве утренней гимнастики там пройти несколько меридианов. Потом, когда будет свободное время, еще там 3-4. Так вот разбить на кусочки и в течение дня проходить. Даже если вы хотя бы раз в неделю пройдете весь круг, это будет очень замечательно. Благодарю вас за внимание. Жду вас на следующем наших мероприятиях, на наших вебинарах. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok